Ну что, давайте, наверное, потихонечку начинать. У меня, как обычно, небольшая лекция интерактивчик, ничего не меняется. Итак, что такое научная литература? Давайте с вами порассуждаем. Можете включать микрофоны и высказывать свои мнения. Так, я слышу, кто-то включил микрофон. Можешь говорить? Научная литература – это литература, которую можно использовать в исследованиях. Ну, а если обобщение? Это имеет доказательную базу. Ну, собственно говоря, чтобы не затягивать, это определенная совокупность. То есть у нас есть литература, которая теория, есть литература, которая подтверждает практику, то есть эксперимент. То есть теоретическое обобщение, эксперимент, который подтверждает гипотезу. Почему нам нужно пользоваться научной литературой? Ну, тут, в принципе, все просто. Это свежие проверенные источники, это достоверная информация. Ну и, собственно говоря, где необходимо искать научную литературу? Собственно, тут вот мы и разберемся. Сначала небольшие полезные советы. В первую очередь необходимо обращать внимание на дату того, что вы ищете, потому что если у вас будет неактуальная информация, то зачем этой литературой пользоваться? Необходимо четко формулировать свой запрос. Про это мы с вами поговорим как раз немножко попозже. Когда вы делаете свой запрос, необходимо использовать ключевые слова, то есть определенная терминология. необходимо использовать несколько баз данных, про это тоже сегодня обсудим, и дифференцировать исследования. То есть нужно брать из разных источников. Собственно говоря, англоязычная база данных. Первая база данных – это ПАБМЕД. Кто-нибудь вообще знаком с ПАБМЕДом? Вообще, может быть, в принципе, с англоязычными базами данных? У кого-то, может быть, был опыт уже в написании научной работы? Да, нет? Да, был. Был. Отлично. Ну, собственно говоря, ПАБМЕД – это, как представлено на слайде, это бесплатная версия Медлайна, создана Национальным центром биотехнологической информации. Снизу сайт. Это все потом будет на Google-классе. У ПАБМЕДа есть шикарное отделение, которое называется ПАБМЕД-центр. Это бесплатная версия ПАБМЕДа. Там, конечно же, учитывая, что это бесплатная, там есть далеко не все статьи из оригинальной версии ПАБМЕДа. И, собственно говоря, как ей пользоваться. Вот так выглядит сайт. Сайт уже не меняется достаточно давно, поэтому вряд ли, когда у вас зайдет, что-то поменяется. Тут были представлены, соответственно, все журналы, которые вам нужны. И мы будем искать мою любимую тему – это боль. Собственно говоря, здесь мы видим формат работы, то есть сортировка по наиболее частым поискам, по количеству статей на странице. Вот мы зашли на Chronic Pain. Вот это работа. Теперь как пользоваться ПАБМЕД-централ. Также можно делать free full-text, то есть полностью бесплатный. Мы заходим на Chronic Pain, опять же. Видим, что у нас есть ссылочка на full-text. Сейчас мы открываем, открываем. Какие мы молодцы, у нас появилась бесплатная работа. Так, переходим далее. Здесь у нас есть расширенный поиск. Тут можно искать по авторам, по любому интересующему вас автору. Нас интересует Аарон. У него по хронической боли, как мы видим, ноль результатов, то есть ноль исследований. Это именно ноль исследований в бесплатных. В платных у него есть на каком-то сайте Springer Link, но мы туда доступа, естественно, не имеем, потому что мы не платим. По обмену Central мы вводим абсолютно то же самое. Вводим мы любимую боль. И начинаем поиск. Сейчас мы введем хроническую боль. Вот мы видим количество результатов, сразу видим количество бесплатных. Вот сразу ссылочка на PDF с размером файла. Открывается стандартный документ. В принципе, пользоваться этим вы, я думаю, дальше сами умеете. Поэтому переходим к следующему. Следующий – это Biomed Central. Здесь у нас немножко большее количество журналов. Ну, не то что журналов, а, наверное, чуть большее количество бесплатной литературы. Сайт выглядит таким образом. Раньше тут была какая-то немецкая женщина, которая что-то вещала. Но это не так важно. Ну, как вы поняли, боль будет везде. Тут сразу видите очень много full-text. Также можем смотреть по дате, по релевантности статьи. Full-text или PDF. Собственно говоря, заходим, открываем PDF. PDF открывается. Все легко, все просто. Пользуемся, переводим. Cochrane Library. Тоже достаточно интересная база данных. Очень, ну, на мой взгляд, достаточно простая в исследованиях. Точнее, в использовании в ваших исследованиях. Здесь есть функция расширенного поиска. То есть, как вы видите, несколько вариантов поиска статей. Есть вариант поиска по медицинским терминам. То есть вот он называется Medical Terms. Есть Search Manager. Есть ProSearch. То есть большая возможность поиска. Переходим обратно на главную страницу. И что мы видим? Ищем по абстрактам, ищем по авторам, ищем по публикации. Опять боль. Я не знаю, что у меня так болит, почему я везде искал боль, но тем не менее. И у нас прогружаются все результаты, которые нам нужны поболее. Также мы можем смотреть публикации за последние шесть месяцев, по статусу публикации и так далее. Открываем статью, точнее ссылку на статью. В таком формате все устраивается. Если хотите, можете читать на испанском, французском, португальском. Открываем View PDF, открываем стандарт, потому что нас все же интересует полная статья. И она прогружается, прогружается. И вот мы имеем, собственно говоря, с Кахрейна бесплатную статью. Science Direct. Ну, тут уже чуть больше функционал. Тут журналы, книги, справочники представлены. Поиск осуществляется по ключевым словам, по имени автора, по журналу, по странице даже. Поэтому по годам публикации, по типу статьи, по, собственно говоря, журналу. Ну и вот мы открываем сразу же Download PDF. И все легко переходит в знакомый нам с вами формат. Приступаем дальше. Ну, наверное, русские язычные базы данных для вас будут более актуальны, чем англоязычные, потому что все-таки далеко не все желают переводить. И первое у нас это eLibrary. Ну, скорее всего, с eLibrary вы все знакомы. У eLibrary есть вот такая вот аббревиатура RINZ. Наверное, каждый из вас знает, что это российский индекс научного цитирования. И ваши научные работы, которые потом пойдут в сборник, они тоже будут под RINZ. Собственно говоря, как пользоваться eLibrary? Ну, во-первых, для того, чтобы пользоваться, необходимо зарегистрироваться. Здесь есть расширенный поиск. Расширенный поиск тоже достаточно удобный. То есть, в принципе, переводить не нужно. Тут, в принципе, все видно, что где искать. Тип публикации, тематика, авторы, журналы, параметры. Даже есть годы. Но сайт, если честно, немножко тупит, сам по себе немножко лагает. И, наверное, именно в этом формате им пользоваться неудобно. Только из-за этого. А так сайт неплохой. Создан был в 2005 году. Очень давно. Ну, и, собственно говоря, навигатор, легенда. Еще в следующей странице. Вот мы открываем про аппендикс статью. И вот она ссылочка «Загрузить полный текст». Но загрузить полный текст такая ссылочка есть далеко не везде. Чаще всего она есть только если вы зарегистрированный пользователь. Поэтому мы идем дальше. Кибер-ленинг, наверное, самый удобный, самый простой в использовании, самый легкий. Создан он был в 2012 году студентами из МГУ. Фишечка сайта в том, что у них есть открытая лицензия, которая так и называется. Creative Commons Attribution. С помощью этой лицензии ребята выкладывают статьи, различные публикации в бесплатный доступ. Так выглядит сам по себе этот сайт. То есть тут не только медицина, тут и хозяйство, и животноводство, и техника. Ничего только нет. Ищем перитонит. Я как-то переключился. У нас есть научные базы. То есть ВАКС, КОПУС, ПАГМЕТ. То есть поиск будет происходить везде. Мы выбираем, допустим, нас интересует ВАК. Нас интересует ВАК. Мы открываем статью 2010 года. Есть читать. Есть... Сейчас я к этому и вернусь. Вот мы открываем. Немножечко возвращаюсь. Есть такая... Есть такие интересные кавычечки. С помощью этих кавычечек вы можете... Если вы на них нажмете, то у вас откроется сразу правильный список литературы. То есть именно тот список литературы, который необходимо оформлять. То есть вам не нужно копаться, вам не нужно думать, как его правильно оформить. Вы его просто отсюда копируете. Оставляете себя в работе. И все довольны, все счастливы. Российская государственная библиотека. Ну, вы, честно говоря, вряд ли ей воспользуетесь на вашем этапе сейчас. Потому что это вам, наверное, будет не актуально. Но, тем не менее, разберемся, что это вообще такое. Основана она, как вы знаете, Российская государственная библиотека очень-очень-очень давно. Но совсем... Ну, в течение этих 20 лет вроде у них появился сайт. То есть даже видите, график работы. То есть это реально существующее учреждение. Мы ищем опять перитонит. Но тут проблема этого сайта в том, что здесь много просто отсканированного материала. То есть вы тут не скопируете, как мы это привыкли делать. Есть по году издание, есть по открытому доступу. Мы с вами откроем сейчас Оппеля Владимира Андреевича. Как раз работа, которая находится в открытом доступе. И информация эта, наверное, достаточно неактуальна. Потому что все-таки она была аж в 1900 году выпущена. Мы открываем онлайн-просмотр. И сейчас вы увидите, что это полностью отсканированная книга с обложкой. И даже больше вам скажу. Написана она на старославянском языке. Ну, переходим далее. Немножечко поговорим про полезные сервисы. Немножечко поговорим про полезные сервисы. А сервис, который вам точно поможет, это Google Академия. Это бесплатная поисковая система. Она есть в Google. То есть в нее очень легко попасть. Тут мы можем получить доступ абсолютно ко всему. То есть вы вводите. У вас, может быть, ссылка и на Cochrane попасться. Может, и на PubMed. Может, на Киберлейнингу. То есть тут очень просто и пользоваться. Я решил написать научную работу про котят. И смотрим. У нас есть публикации за все время. Публикации про элевантности, по дате. Патенты, цитаты. То есть все очень легко ищется. Киберлейнинга, БСУ. Все легко, все просто. Вот как раз то, что я вам говорил. Это то самое цитирование, которое точно так же работает и на Киберлейнинге. Открываем Киберлейнингу. Ну, дальше уже вы знаете, как скачивать. Вот сама работа. Так. Sci-Hub. Очень интересный, очень нужный, очень важный сервис. Создан он был казахской девушкой. Ее по Европе ищут интерпорт. То есть она не может выехать из страны. Все потому, что она работа сотрудничает вместе с авторами, которые так же, как она, считают, что наука должна быть бесплатной. Они сливают ей свои пароли от того же Пабмеда, например, или Кахрейна. Она скачивает оттуда работы, выставляет их в общий доступ. Как правило, этот сайт закрыт, если вы пользуетесь Google Chrome. Поэтому, чтобы воспользоваться им, вам, конечно, желательно скачать браузер Tor. Специальный. Ну, собственно говоря, я записывал все в этот браузер Tor. Мы сейчас будем заходить на Sci-Hub. Видите, да, я якобы в Швеции нахожусь. Заходим на Sci-Hub, видим какую-то непонятную поисковую статью. И заходим на Пабмед. У нас грузится-грузится Пабмед. Мы находим, например, на BioProject. Ой, не помню я, что я сейчас буду искать. Наверное, опять боль. Кто бы сомневался. Открываем статью. И сейчас произойдет магия. Мы копируем обычную ссылку с Пабмеда, вставляем ее в поисковик. Открываем. И у нас появляется наша статья в формате PDF абсолютно бесплатно. Но единственное, конечно, то, что косяк, это то, что тут нельзя копировать. Ну, по крайней мере, не во всех. Книги. Если вы хотите, в принципе, подтянуть свои медицинские знания, посмотреть, что пишут за рубежом, пожалуйста, Free Books for Doctors, сайт, потом сайт Bookfinder. То есть два достаточно неплохих сайта. И немножко неактуальная информация. Ну, я думаю, каждый из вас знаком с Мидскейпом. То есть нет смысла оговаривать, что это, в принципе, такое. Мидач – та же самая версия Мидскейпа, только на русском языке. Есть два шикарных сайта – консультант врача и консультант студента. Зайти вы в них можете с нашей библиотеки, потому что у нас есть доступ. Из вашего дома вы не зайдете. Ну, собственно говоря, консультант врача. О чем мы говорим? Мы заходим. Внимательно смотрим. То есть это только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться – это у нас в библиотеке. Тут руководство, рекомендации, монографии, атласы. То есть абсолютно все, что вам пригодится в вашей врачебной деятельности, тут, в принципе, есть все нужные учебники, все нужные рекомендации. Все абсолютно новое. То есть, например, за 2018 год, за 2019, за 2020 там есть. Все абсолютно новое. Ну, читать на сайте мы не можем, потому что я здесь не зарегистрированный был. Переходим к консультант-студентам. Консультант-студент – это тоже достаточно удобный, простой сайт. На нем вы можете найти также абсолютно все, что вам понадобится, и по пропеду, и по инфекциям, и почему угодно. И фармакологи-то тоже что-то найдут свое. Поиск также по названиям, по авторам, то есть достаточно расширенный. По медицине достаточно большой спектр. Есть, по-моему, даже… Да, нет, по-моему, только медицина это. Заходим. Вот у нас тут патофизиология. Ну, все также закрыто, потому что я не зарегистрированный был. Также смотрим по годы издания, смотрим по учебникам, смотрим по доп. литературе. Также я вам скажу, что там есть книги на Казахстан, если это кого-то интересует. Ну, и теперь немножко про индексы, которые я частично затрагивал в нашей лекции. Ну, первое – это, конечно же, индекс Хирша. То есть это Хорхе Хирш сам по себе на фотографии, который, собственно говоря, его и придумал. Собственно говоря, индекс Хирша. То есть вот он, график. То есть это показатели, которые характеризуют продуктивность ученого, группы, либо целого университета, страны, основанное количество цитирования этих публикаций. То есть у нас ученый, например, имеет индекс H. И у него есть определенное количество статей. И если каждая его статья цитируется H раз, то у него, в принципе, хороший индекс Хирша. Иными словами, если, например, я собрался написать какое-то неопределенное количество статей про котиков, допустим, и хочу их опубликовать. То есть у меня накапливается их определенное количество. И таким образом индекс Хирша, то есть меня опубликовавшего одну статью, то есть если на нее, например, сослались на одну сто раз, то это хорошо. В то же время очень круто, если у тебя, например, имеется одна статья, на которую цитируется 9 человек. Потом, например, вторая статья, на которую цитируется 8. То есть таким образом твой индекс Хирша выравнивается, и он у тебя превращается в вот такой вот ровненький квадратик, скажем так. В принципе, вам сейчас заморачиваться с этим не нужно, вы с этим заморочитесь попозже, когда решите писать свои диссертации. Собственно говоря, дальше. Скопус. Скопус – это библиографическая сталь база данных. То есть это инструмент, на котором отслеживается цитируемость статей, публикованных по различным нужным изданиям. Долго тут останавливаться тоже не вижу смысла, потому что, в принципе, все видно на слайде. То есть 77% цитирования, 126 документов. Цитирование проходило 20 тысяч раз. То есть все это публикуется на основной странице Скопуса. В прошлом году у нас даже у ВУЗа была куплена подписка на Скопус, и мы удачно ей пользовались, если нам было необходимо, естественно. Собственно говоря, РИНС. Какое-то, да, страшная, непонятная аббревиатура. Ну, РИНС – это на самом деле все просто. РИНС – это российский индекс научного цитирования. Он представляет собой отечественную библиографическую базу в сфере, соответственно, академических и фундаментальных знаний. То есть одновременно РИНС у нас решает определенные задачи. То есть это анализ и реальная оценка цитируемости отечественных ученых, формирование системы определенного поиска, навигационной системы по публикациям, которые выходят. То есть можно сказать, что своего рода РИНС – это ключевая платформа по цитируемости, которая одновременно охватывает максимум информации по различным научным исследованиям. То есть туда ходят и методические материалы, тезисы, статьи, патенты, монографии, тексты конференций те же самые. То есть наши сборники туда входят. И, в принципе, на этом все. Ну, в принципе, моя лекция подошла к концу. Если у вас есть вопросы, я, конечно же, с радостью на них отвечу. Друзья, задавайте вопросы, потому что, как правило, вы их потом пишете в личку, потому что постеснялись сказать сразу. А лекция будет выложена вообще или нет? Да, будет все выложено на Google Class. И до скольки, ну, может быть, мы даже их будем написать, да, когда мы же задание сделаем по этих точкам? Ну, мы выложим тест сегодня. У вас есть ровная неделя на то, чтобы его решить. Решать нужно всем, чтобы зарабатывать баллы. А если я первые две пропустил, то… Грустно, значит, меньше баллов получишь. Хорошо, спасибо. Да, не за что. Если вопросов нет, то, в принципе, мы завершаем нашу лекцию. Встретимся с вами через неделю уже с другим лектором. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Т. Т. Её Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Полтоли-